Привет всем! Сегодня 2 декабря 2024 года. И сегодня у меня подготовлены действительно захватывающие, интригующие новости Германии. И события, заявления в Европе, которые могут вас удивить. Мы поговорим об актуальных ситуациях в Германии и по всему миру. И я уверен, что вы не захотите упустить самое интересное. Поэтому обязательно смотрите до конца, чтобы не пропустить именно важные детали. Подписывайтесь на канал, кнопка находится под видео. И делитесь этим роликом в ваших социальных сетях. А теперь переходим к делу. Итак, что же произошло в Германии? А вот дебаты о том, кто в Германии является более надежным союзником Украины. Это лидер ХДС Фридрих Мерц или канцлер Олаф Шольц приобрели уже новый оборот. Именно после неожиданного заявления сопредседателя партии «Зеленый» Франциски Брантнер. В интервью газете она назвала Мерца лучшим партнером для Украины, чем действующего канцлера. И эти слова вызвали реальную бурную реакцию в Германии и в политических кругах. Поскольку вот в них скрывается не только критика Шольца, но и скрытое недовольствие именно политическим курсом правящей коалиции. Брантнер подчеркнула, мы явно на стороне украинцев. Однако ее слова не звучат как безоговорочная поддержка канцлера действующего. По ее мнению, внутри СДПГ партии Шольца до сих пор продолжаются споры о том, каким именно должен быть курс по отношению к Украине. И она упомянула, что среди премьер-министров от СДПГ раздаются уже сомнения и дебаты, которые подрывают единство в этом опросе. И она говорит, на самом деле Шольц должен был бы сказать, мы европейцы, стоим вместе, мы показываем американцам, что безопасность Украины важна для нас. Однако этого не происходит, заявила как раз таки Брантнер. Подчеркнула, что канцлеру пускает возможность выступить единым фронтом с Европой. Ее слова приобретают именно дополнительный вес на фоне недавнего саммита стран Северной Европы и Балтии, который именно был посвящен вопросам помощи Украине. Канцлер Шольц проигнорировал эту встречу, что вызвало удивление даже среди его соратников. Макрон был там, напомнила Брантнер. Риторика францинский Брантнер добавляет драматизма и без того сложной политической ситуации в Германии. Ее критика Шольца и намеки на поддержку Мерца поднимают именно острые вопросы в Германии о том, кто действительно может быть надежным союзником Украины. А между тем, политическая сцена Германии вновь оказалась в центре внимания. Бывший министр юстиции Марко Бушман назначен новым генеральным секретарем СВДП. И вот это решение было принято после отставки Биджана Джирсарая, вызванным именно скандалом вокруг внутреннего документа партии под названием ДНД. Об этом я рассказывал до этого, обязательно подписывайтесь на канал. Документ, ставший причиной отставки, содержал стратегию выхода СВДП из правящей коалиции «Светофор», в которой входили Социал-демократическая партия Германии и партия «Зеленых». Использование именно военных терминов, таких как «день Д» и «битва в открытом поле» вызвало возмущение как внутри партии, так и за ее пределами в Германии. И вот этот сценарий был воспринят как демонстрация раскола внутри коалиции, которая и без того переживала кризис из-за разногласий по вопросам бюджетной и экономической политики. В результате канцлер Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линнера, лидера СВДП. После этого партия официально вышла из коалиции, что привело к серьезным внутренним перестановкам. Кто же такой Марко Бушман? Это 47-летний Марко Бушман, политик с большим опытом работы в партии, уроженец Гельсин-Кирхена. Он был генеральным секретарем СВДП в земле Северной Мерии и Федеральным исполнительным директором партии. С 2021 года занимал пост федерального министра юстиции, где занимался вопросами защиты прав и свобод граждан. Назначение Бушмана – это попытка стабилизировать ситуацию уже внутри СВДП. Он считается доверенным лицом лидера партии Линнера и давно знаком с партийной структурой. В своем заявлении он отметил, что перед партией стоят серьезные задачи. Это восстановление экономики, защита граждан от избыточной бюрократии и укрепление либеральных ценностей. Позиции СВДП в преддверии новых выборов, запланированных на 23 февраля, слабли. Согласно последним опросам, поддержка партии составляет всего 3-4%, что ниже критической отметки в 5% необходимых. Бушман уже заявил о необходимости именно решительных действий, чтобы вернуть доверие избирателей. Он подчеркнул, что в нынешней ситуации либеральная партия как никогда необходима для защиты прав граждан и противодействия чрезмерного вмешательства государства. А тем временем же, вот я несколько недель назад рассказывал о трудной ситуации с колумбийскими медсестрами в доме престарелых Хаус Вильштадт в Вильштадте, где десятки работников из Колумбии были под угрозой депортации. И вот на встрече с представителями правительства штата, проведенными именно в конце ноября, руководство дома и родственники пациентов пытаются найти решение, однако пока что это безрезультатно. Как стало известно, медсестры, которые были на временной работе по разрешению, столкнулись с угрозой депортации, поскольку их заявления на получение убежища были отклонены. Дом престарелых предупредил, что в случае ухода этих сотрудников, особенно в контексте ухода за пациентами с тяжелой деменцией, учреждение не может продолжать свою работу. Однако разговор с Министерством внутренних дел не привел к прорыву, и конкретных решений по этому поводу так и не было предложено. Родственники же пациентов и сотрудники дома выражают сейчас разочарование, так как власти направили их в агентство по трудоустройству, не предложив никакой конкретной помощи или поддержки. В ответ на это было собрано более 71 тысячи подписей в поддержку сохранения медсестер Германии. И теперь надежда остается на федерального министра здравоохранения Карла Лаутербеха, который заявил, что возьмет этот вопрос под личный контроль уже. И ситуация осложняется еще строгими требованиями миграционного законодательства, которое в настоящее время не позволяет этим медсестрам подать документы на постоянное проживание. Необходимое разрешение для именно обучения сотрудников, что могло бы, конечно, обеспечить их временное пребывание в стране, также пока еще не были выданы. Что вы думаете об этом? А также давайте посмотрим на другое видео по поводу тех, кто приехал в Германию и сталкивается с различными трудностями. И многие еще до сих пор не понимают менталитета Германии, немцев, и поэтому изникают различные вопросы. Давайте посмотрим. Я вот не пойму, разве можно забирать тележки с магазина? Или в Германии можно забирать тележку, если трудно нести тяжелые сумки? Объясните, пожалуйста. ФД хочет внедрять какие-то карты. И что это за карты, что они дают и кому они нужны? Во-первых, это карты будут для тех, кто только что приехал в Германию и просит помощи у самой Германии. На этой карте у тебя не будет, грубо говоря, денег. У тебя лишь будут только пункты, на которые ты сможешь покупать себе продукты питания. И это самое лучшее, что можно сделать для этой страны. Потому что каждый первый вопрос, который я вижу в своем телеграм-канале о том, а как мне купить то-то, это пополнить стим, я сижу на пособии, на социале, хочу себе вообще все, поехать в другую страну, отослать деньги, а как это? Вы что, охерели? Вас эта страна приютила? И вы отплачиваете тем, то, что забираете деньги из этой страны, отправляете в свою или используете на какой-нибудь коврик для кота? И у меня нет никаких претензий к людям, которые здесь, допустим, покупают технику, там компьютеры, телефоны и прочее. Потому что это вещь, которая понадобится тебе потом в будущем, в жизни. Потому что сейчас все завязано на электронике. Но я все равно считаю неимоверно хорошим, то, что Германия перестанет выдавать деньги на обеспечение иммигрантов, а будет выдавать только вещи. Еда, вода, свет, газ, электричество и продукты. Ну и кислород. Германия не перестает удивлять. Очередная история, которая произошла с нами, а точнее с моим мужем. Напишите в комментариях, что бы вы делали в такой ситуации. На днях он возвращался из магазина, это было часов 6 вечера, то есть еще не поздно, и ехал по такой темной улице, с двух сторон припаркованы машины. Это была улица, где шаговая скорость. И у нас на машине, получается, включается дальний свет, если мало освещения. Он увидел сразу, что за табличкой в конце улицы стоит какой-то человек. Когда муж уже подъехал к выезду на главную дорогу, этот человек, он был, кстати, в каком-то платке, муж сказал, стал перед машиной и начал своей отверткой делать вот так. То есть он перегородил путь. Ну что можно при таком жесте подумать? Но в этот момент другая машина, которая въезжала на эту улицу, точнее хотела въехать, она начала сигналить со спины ему очень сильно, и мой муж тоже начал сигналить в этот момент. Ну и этому человеку, естественно, пришлось отойти. В этот момент мой муж выскользнул на главную дорогу, и там была пробка, он просто стоял и видел, как этот человек дальше смотрит на машину, на него. Муж говорит, он в этот момент боялся за машину, что тот просто возьмет, поцарапает. Ну, непонятно, что у него вообще в голове. Когда он, кстати, поехал дальше, уже продолжил свой путь, он видел в зеркало то, что этот человек продолжает на него смотреть, то есть просто смотрит вслед. Мы, если честно, до сих пор не поняли, что это вообще такое было, и поэтому, если у вас есть мысли, напишите в комментариях, потому что это очень странно. Комментируем это. Обязательно подписывайтесь на канал и пишите ваши мнения в комментариях. А вот тем временем министр строительства федеральной земли Северный рейс в Вестфале Инна Шаренбах готовится бросить вызов аренду, вызов рынку именно аренды. Она хочет значительно расширить список городов, в которых действуют ограничения арендной платы. И сегодня такой контроль применяется в 18 городах, включая Кёльн и Дюссельдорф. Уже завтра это правило могут почувствовать на себе жители других населенных пунктов, таких как города в Русской области, где арендаторы уже страдают от высоких цен. Что значит контроль за арендной платы? Контроль за арендной платы – это закон, запрещающий владельцам недвижимости повышать стоимость аренды новой квартиры выше обычного местного уровня более чем на 10%. На первый взгляд, это, конечно, кажется хорошей защитой интересов арендаторов, которые сегодня сталкиваются именно с рекордным ростом цен. Но, как и в случае с любой другой мерой, здесь не все так однозначно. Рынок аренды именно в крупных городах превратился в настоящее поле битвы. Эта нехватка жилья, завышенные цены и отсутствие доступных вариантов превращает поиск квартиры именно в мучение для соискателя. Сара Филипп, сопредседатель СДПГ, подчеркивает, отказ от контроля за арендной платы стал бы социальным взрывом на фоне дефицита доступного жилья. И это заявление отражает опасение, что без таких ограничений цены на аренду в городах могут стать недоступными для большей части населения. Ханс Йохан Вицке, это глава Немецкого союза арендаторов, также поддерживает инициативу Шаренбах. Он заявил, что крайне важно обеспечить соблюдение закона, чтобы арендаторы больше не страдали от грабительских цен. Срок действия текущего закона стекает в конце 2025 года. Федеральное же правительство уже обсуждает его продление до 2028 года, но окончательное решение пока еще, естественно, не принято. И вот между тем, с 1 января 2025 года стоимость делать шланг-тикет, который позволяет путешествовать на пригородных и региональных поездах по всей Германии, повысится с 49 до 58 евро в месяц. И это решение было принято на конференции министров транспорта, чтобы поддержать именно финансирование общественного транспорта. Однако же, процесс продления абонементов и реакция пассажиров на это решение зависит от того, у какой компании был оформлен билет. А как это касается именно клиентов девочбан? Если, например, вы приобрели подписку на девочлен-тикет через девочбан, необходимо активно подтвердить согласие с новой стоимостью. В противном же случае подписка автоматически аннулируется с 31 декабря 2024 года. Девочбан уже отметила, что большинство клиентов согласились с повышением цен. И даже с учетом повышения цен, девочлен-тикет остается привлекательным. И это возможность не только экономить на поездках, но и путешествовать именно по всей Германии по одному билету. В компании же девочбан уверена, что это предложение останется востребованным именно благодаря его гибкости и универсальности. И одновременно с этим большинство немцев поддерживают запрет на социальные сети для детей младше 16 лет. Согласно опросу, проведенному социологическим институтом йогов, 77% жителей Германии считают, что такой закон был бы полезен. При этом 82% респондентов уверены, что социальные сети оказывают негативное влияние на детей и подростков. И только 9% полагают, что платформы не вредят молодежи. И подобный закон уже принят в Австралии, и его планируют свести уже через год. И он, вероятно, ограничит доступ только к социальным сетям, но не затронет, например, игровые сайты или мессенджеры. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе отметил, что закон поможет защитить молодежь от вреда, которые могут еще нанести и социальные сети. И одновременно с этим сегодня начнется то, что можно смело назвать автомобильным боевиком. Это предупредительные забастовки на всех заводах в Вольхсваген. И профсоюз решил, что переговоры о повышении зарплаты длятся уже слишком долго, и пора уже добавить огоньку. Как сказал главный переговорщик Торсен Грегор, если потребуется, это будет самая жесткая тарифная борьба в истории Вольхсваген. И профсоюз требует повышения зарплат для 120 тысяч сотрудников, работающих на заводах Вольхсваген. А автопроизводитель, напротив, говорит о сокращении расходов. И более того, Вольхсваген хочет урезать зарплаты на 10%, ссылаясь на сложное экономическое положение. И вот как вам угроза закрытия заводов и массовых уволений? Конечно, у работников тоже есть причины для гнева. По словам профсоюза, компромиссы уже предлагались. Но протянутая рука была, естественно, отвернута. И вот теперь профсоюз призывает к забастовке, открыто предупреждает, что диалог зашел уже в тупик. Конечно, Вольхсваген не сидит, пока сложа руки. Они уже заранее начали готовить экстренные меры, чтобы минимизировать последствия. И официальный представитель компании заявил, что клиентам и партнерам постараются не испортить они жизнь. Но давайте будем честны здесь. Если на заводах остановят конвейеры, кто-то точно останется без новенькой машины. При этом Вольхсваген подчеркивает, что уважает право сотрудников на забастовку. И все еще надеется на конструктивный диалог. Вот только профсоюз, похоже, не настроен на такие тихие беседы. А почему же это важно? Во-первых, это, конечно же, речь про деньги. Во-вторых, это про принципы. Рабочие, которые делают знаменитые на весь мир автомобили, требуют уважения к своему труду. А Вольхсваген, столкнувшись именно с экономическими вызовами, пытается найти баланс между доходами и расходами. Но если третья сторона – это клиенты. Чем дольше будут продолжаться забастовки, тем сильнее это ударит уже по производственным цепочкам. А значит, и по всем, кто ожидает своей машины. И вот тем временем в районе Люнберге, в Гамбурге, произошла серьезная авария, как видите, в результате которой пострадали три человека. Легковой автомобиль врезался припаркованный трейлер, что привело к тяжелым последствиям. Один из пассажиров получил серьезные травмы, был даже госпитализирован. Обстоятельства происшествия пока, естественно, уточняются. Но на месте работали экстренные службы и выясняются причины этой аварии. И вот еще что шокировало жителя Гамбурга. Авианосец Куин Элизабет прибыл в порт Гамбурга, привлекая внимание не только местных жителей, но и представителей СМИ, которым было предоставлено уникальное право осмотреть корабль. И этот гигантский авианосец, являющийся именно флагманом Королевского флота Великобритании, способен вмещать до 40 боевых самолетов. Этим поразил, конечно, жители Гамбурга. Также вот не обошлось без ДТП в Вестерштаде. Вечером пятницы в районе Амерланд произошла именно трагическая авария, внесшая жизнь 17-летнего подростка. Четыре молодых человека, включая и водителя, оказались в автомобиле, когда произошел смертельный инцидент. По данным полиции, 19-летний водитель пытался обогнать автомобиль именно на узкой дороге, но именно в следующем повороте не справился с управлением. Машина вылетела с дороги, врезалась в дерево. Спасатели экстренно извлекли пассажиров из искореженного автомобиля. Но 17-летний молодой человек, получивший тяжелые травмы, не выжил. А остальные трое пострадавших, все в возрасте от 16 до 19 лет, были госпитализированы именно с серьезными травмами. Также, как видите на экране, это дорожный хаос в Северном Рейн-Вестфалии, просто потряс регион. Много раненых, по десятке поврежденных автомобилей и один арестованный водитель. В субботу в земле Северный Рейн-Вестфалии 30-летний водитель грузовика устроил настоящий катастроф, вызвав 50 аварий на нескольких автомагистралях. И в результате чего его именно хаотичной езды пострадали 26 человек. Из них 8 получили тяжелые ранения. Один даже оказался в критическом состоянии сейчас. Первые сообщения о подозрительном грузовике поступили около 16 часов 25 минут. Автомобилисты заметили, что он двигался по автомагистрали А-46 в районе Нойса, создавая опасные ситуации. Несмотря на усилия дорожной полиции, водитель игнорировал сигналы остановки и продолжил движение на высокой скорости. Маршрут грузовика пролегал по автомагистралям А-46 и А-1, где он таранил автомобиль, а в конце концов выехал даже на встречную полосу, вызвав еще больше столкновений. Его безумная поездка закончилась на один недалеко от Хагена, где грузовик остановился поперек дороги, как видите. По предварительным данным, 8 человек получили тяжелые травмы. Один из них находится даже в критическом состоянии. 18 человек отделывались легкими травмами. Всего в авариях участвовали около 50 автомобилей, многие из которых полностью уничтожены уже. Размер ущерба пока не оценен, но он явно значительен сейчас. Водитель доставили в больницу для медицинского осмотра. Полиция же сообщила, что обнаружила признаки возможного употребления алкоголей или наркотиков, и ожидается, что его допросят после завершения обследования. Несколько же участков автомагистрали А-1 и А-46 были временно закрыты для движения, что вызвало значительное затруднение. Полиция открыла специальный информационный портал, на котором свидетели этого происшествия могут загружать и фотографии, и видео, и предоставлять даже улики, которые помогут в этом расследовании полиции. И давайте поговорим про интересную тему. Вот мобильные телефоны сейчас, конечно же, это неотъемлемая часть жизни современного человека, и дети, естественно, не исключение. Однако их присутствие в школах вызывает сейчас много споров в Германии от того, как они могут отвлекать до того, как их можно использовать для обучения. Должны ли они быть запрещены в образовательных учреждениях, или, наоборот, интегрированы в этот учебный процесс. Вот об этом как раз-таки рассуждает министр культуры земли Гессен Армин Шварц из ХДС, и Кай Ханке, это исполнительный директор немецкого детского фонда. Армин Шварц говорит, школа должна быть убежищем от технологий. А министр Шварц считает, что образование должно идти в ногу со временем, но при этом важно сохранить традиционные ценности в Германии. Он также еще и подчеркивает, что школа должна быть местом для концентрации, а не для отвлечения. И именно поэтому, по его мнению, мобильные телефоны должны быть запрещены в начальных школах. Он предлагает ввести единые правила на федеральном даже уровне, чтобы избежать пиксельного хаоса, как он говорит, когда в одних школах разрешены телефоны, а в других нет. И он говорит, детям нужны зоны защиты и укрытия от внешних раздражителей. Смартфоны – это не просто гаджеты, это настоящие магниты для внимания, которые мешают детям сосредоточиться на обучении, считает Армин Шварц. И министр настаивает на том, что чем раньше дети научатся отделять учебу от развлечений, тем лучше это для их развития в будущем. И он уверен, что запрет на использование мобильных телефонов в начальных школах будет способствовать созданию более безопасной и продуктивной образовательной среды. Шварц также отметил, что многие педагоги уже положительно отреагировали на его предложение. Кай Ханке же говорит, мобильные телефоны – это реальность, с которой нужно работать. В отличие от министра Шварца, Кай Ханке, например, это медиапедагог, исполнитель директора немецкого детского фонда, выступает уже за более взвешенный подход. Он считает, что мобильные телефоны – это не враг, а инструмент, который можно использовать в образовательных целях. Важно не запрещать их, а научить детей и учителей прямо ими пользоваться. Мы не можем просто закрыть глаза на реальность. Мобильные телефоны – это часть жизни наших детей. Задача школы – подготовить их к реальной жизни, а не изолировать от нее, – это ожидает Кай Ханке. Ханке подчеркивает, что важнейшим является создание медиаобразования, которое научит детей пользоваться смартфонами не только для развлечений, но и для поиска знаний и решения задач. Он также считает, что в вопросе использования мобильных телефонов в школах должно быть именно больше свободы и ответственность со стороны именно учеников, и родителей, и учителей. Несмотря на разницу во мнениях, оба участника дискуссии именно согласны с тем, что решение об использовании мобильных телефонов в школах должно приниматься не кулуарно, а на общих собраниях с участием всех заинтересованных сторон. Это и учителей, и родителей, и учеников. Только так можно выработать правила, которые будут учитывать интересы всех участников образовательного процесса, они решили. И школы лучше других знают, как организовать свои уроки. Решение должно приниматься на месяц участием всех заинтересованных сторон, считает Ханке. А вы что думаете? Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Сегодня довелось помогать одной украинской семье. Ехали из одного села целый час в Дортмунд. Оказывается, они ни одного дня не сидели на социале. И очень интересная семья в чем? Папа такой колхозник, по сути. Он когда мне рассказывал, у него и коровы были, и свиньи, и перепелки. Он на стройке работал в Украине. А сейчас он работает на стройке в Германии. Дочь айтишница, а мама работает там, ну, где они жили, в колхозе, на каком-то немецком. Ну, я говорю, ну, тогда все понятно. Вам, конечно, говорит, ну, я говорю, хорошо в Германии с такими раскладами, потому что вы разнорабочий такой. Ну, не разнорабочий, а разноплановый строитель. И плитку умеете ложить, и сантехнику, и электрику. Здесь, конечно, для таких, как вы, рай в Германии для рабочих людей. Ну, что он мне говорит, тихо, ты шо, я в Украине больше зарабатывал, а, говорит, минимум 3000 чистыми зарабатывал. А здесь у меня не получается, говорит, 3000 чистыми получить. Ну, такая вот интересная история. И дочь, которая переезжает, они остаются, папа и мама, в этой деревне, потому что там работа у него и у нее. А вы говорите, украинцы не работают. Не то, что работают, строителями работают. И оказывается, что стройка не удовлетворяет их потребности. При этом, я так понимаю, что он довольно, ну, понимающий в этом деле человек. И не может заработать 3000 евро чистыми. А в Украине он зарабатывал, друзья. И он говорит, я очень жду, чтобы все закончилось, и я мог вернуться. Напишите в свои комментарии, что думаете по этому поводу? Кто работает на стройке? Ну, и как вы зарабатывали в Украине? Тоже очень интересно. Видно, все зависит от квалификации самого строителя. Но, опять же, суть видео не о строителях. О том, что вся семья, и мама, и папа, и дочь, ни разу не сидели ни одного денька на социале. А вы на украинцев наговариваете, зря вы так. Хорошая погода, всем хорошего настроения. Вот такие новости на сегодня. Возможно, какие-то из них вам понравились, а какие-то вызвали вопросы. Делитесь своими мыслями в комментариях, будет интересно обсудить с вами. И, конечно, не забудьте подписаться на канал. Ваша поддержка очень важна для меня. И увидимся давайте завтра. Субтитры сделал DimaTorzok